Я всё понял! В свете моей новой теории положительных установок... Здравствуйте, здравствуйте. С вас пятёрка, Настя Лидинь. Ну вот, разумеется. У него опять новая теория. Кстати, в прошлый раз это была теория голодания. Ну, допустим, у тебя за 100% сработал. Ты понял, что твоя писанина никому не нужна. Неудача рождает отрицательную установку. Всё, ты уже готов. В таком состоянии тебя можно брать голыми руками, понимаешь? Ага, можно тебя на минутку? Ты извини, я догоню, я... Ну что ты его... Ай! В учреждении Дубровин слыл человеком не только творческим, но и безотказным, что его изрядно утомляло. И вот, вместо того, чтобы одолевать следующие страницы своего романа измором, ты встаёшь и исправляешь выключатель. Все выключатели у меня работают нормально. Ну, хорошо. Хорошо, выключатели все исправны, но ты исправляешь розетку. Удачная и простая выполненная работа поднимает настроение. Это и есть положительная установка. Ну, сколько в твоей квартире розеток? Ну, 9, ну, 10. А что дальше? Забора у тебя нет, и калитки, и крыша не течёт. Всё, надоело. Беру отпуск, отгулы и покупай дом в деревне. Буду там работать и жить. А что вокруг простые люди, простые, свободные отношения. И для этой свободы тебе не хватает только хозяйственных забот? Да какие там заботы? Дом необходим, как воздух. Дом для горожанина в деревне. Это неиссякаемый источник положительных установок. Да и знаешь ли ты его автор? Сколько стоит деревенчатый дом с настоящей русской печью недалеко от города? От трёх до восьми сотен. Дешевле, чем этот многоуважаемый шкаф. Ну, это такой дом. А мне какой нужен? Короче, у тебя есть знакомые, председатель колхоза? Ты же всё-таки пишешь о селе. Знаешь, только, так сказать, отстающего беседы, трескотнейшую михи. Директор вполне отстающего совхоза в числе моих знакомых был. Только... Что только? Ну, ты же знаешь, тут нужен особый подход. Да. Слушай, тогда нужно обратиться к свату насчёт подхода к Витька Шгерии. Ой! О, это вам. Что вы? Зачем? Да нет, это не вам. Это герои... Вот они. До срочного ввода метрополитена. Ясно? Вы подходите, вручаете им цветы. Ну, ведь его же ещё не построили. Да это чепуха. Пока проявим плёнку, пока смонтируем. Поймите, Виктор Аркадьевич Сватов работает на перспективу. Мотор! Наш школьный товарищ Витька Сватов, теперь, разумеется, Виктор Аркадьевич Сватов в любой безысходной ситуации мог предложить выход. Стоп! Снято! Задачу понял? Нужен дом. Костюм. Нет, 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 нет. Негодится? Отлично! Вот так можно ехать Осторожно, двери Дайте мне мегафон Открываются Поехали Станция промежуточная Эверина, мосты Итак, смирея, друзья Вперед! Мосты на ветеран! Вот так хорошо! Граждане, минуту, минуту, минуту Товарищ, вы куда? Есть же очередь А вы что, ветеран? Да нет Вот и хорошо Что может покорить аборигенов? Дефицит? Оп-ля! Вот люди жили, а! Здесь была мельница, здесь беседка, а там аллея А теперь это чье? А теперь все народное, все бесхозное Этот? Беру не глядя Не везло мне в жизни, товарищ кинорежиссер Если б должность директора была стоящей Разве ж меня б назначили? Да, 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 да Но, может, мы сначала недвижимость осмотрим? А че осматривают? Че осматривают? Ну, Виктор Аркадьевич, берите пока я лопух Пока я не передумал А то дрова-то дороже стоили бы, да? Да главное мне не дом, понимаете, главное место Место красит человека Правильно, Геннадий Евгеньевич А место тут Курорт Я в Подорье Мечта Да, и речка рядом Скажи, Куприяноч Скажу Да, да, место с выходом к Черному морю Вот именно Примей дезинфекцию, Куприяноч Один алкаш говорит Жаль, что у меня рот тут, а не тут Представляешь, сколько бы влезло Оформлять, что ли? Оформлять Вы бы, Петр Куприяноч, черкнули бы пару слов Для порядка, сами знаете, нельзя без закорючки Ведь взгреют меня, если что А я вот не люблю Когда, как сказал поэт Народное богатство приходит в унылое запустение Оформляйте, оформляйте, раз руководство согласное Так Геннадий Евгеньевич Дубровин Стал полноправным владельцем недвижимости И неожиданно для себя окунулся в постижение жизни Кто-то из классиков сказал Что-что? Да кто-то из классиков сказал Что самые лучшие мысли в голову человека Приходят, когда тлеют угли камина Ой, черт! Ну вот, положительные установки начались Соседи объявились сразу же Ветеран войны Константин Павлович И его супруга Анна Васильевна Ну что? Что? Дал конец, Витька Поселившись в деревне задолго до Дубровина И основательно здесь обжившись Они привносили в сельскую эпопею доцента Неспешное ритм иного Непривычного горожанину бытия Ну, чего молчишь-то? Дал коня Федька, а? Ах, будь ему с того коня Плуги искали, искали Так и не нашли Накой нам тот конь без плуга? Завтра, что ли, за плугу пойдешь? Ах, завтра удел На сено выходить Первым делом, говорит, общественное Жили соседи Дубровина на земле Подчиняясь ее законом Определенным, ровным, размеренным вращением Хозяйственного календаря Пахать, сажать, окучивать Завести дров, накосить сено Подправить забор Давайте угощаться Подробно заменишь Окна и двери Хата, что надо Вроде дача А Федька с мальцами Подрубу и заменит тебе Только много возьмут Он заменит Такой же работничек, как и ты Одношайка А что, Федька Это бывший хозяин дома, что ли? Ну, как же, хозяин, хозяин У него ничего своего отродясь не было Ни курицы, ни петуха Вот оно, вот Его хозяйство С женкой, да, в городе Один словом, квартирант Вы ешьте, ешьте Спасибо, спасибо И чего только в нем нашли А стук был Теперь бригадиром стал Исполнат обязанности Да, 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 да О, Федька Стучит, как всегда Два венца Чисто сгнили Четверо мы сработаем Если будете помогать Но, Геннадий Евгеньевич Четыре сотни это будет стоить Вот смета Извините, но если честно То, блять, что делать Раз такие цены Я же говорил вам Из вашего материала Обожаю, Федька, стопку Откурячу подплопку Налей, ветеран Значит, вы Значит, вы говорите Два венца, да Бревна нужны Как в контору О, сходи в контору Так я не откажешь В контору? А далеко она? А, вон туда Понятно Через решку, ближе Как человек разумный Геннадий Евгеньевич Дубровин Всегда был готов следовать Добрым советам Вот и на этот раз Исполненный оптимизм Он с головой погрузился В отношения с местным руководством В поисках первых положительных установок Товарищ, прошу высказываться Только культурно Восемь бревен нам погоды не делает Тем более их все равно нет Но выписать-то человеку можно Только сначала надо оплатить А зачем платить? Спешим на баланс Тем более транспорта нет И все равно не будет А бревна давно распустили Товарищ На доске Доцент просит культурно Неудобно отказать Ну а кто возражает Послезавтра выпишем Правильно А завтра пускай зайдет Неправильно Завтра выходной Магазин не работает Прошло Две недели Ну как Все нормально Федор Архивьевич с мальцами не появлялся? Нет Ха черт